Дорого стоит, не? Ну, кажется, что работа бесценна, на самом деле, но нет, даже да. Ну, понятно. А вы выставки делаете, да? То есть, вот есть как раз ваши работы? В студии живописи Art Garden, которая находится в культурном пространстве Каменка, проводят мастер-классы и дают почувствовать себя настоящим художником. И действительно, картины, написанные маслом, вызывают восхищение. В Каменке сейчас работают 8 резидентов. Это молодежь, которая предложила свои стартапы, идеи для бизнеса, связанных с креативными индустриями. Именно этой теме в мире посвятили 2021 год. Здесь у нас в данный момент представлены резиденты такого широкого спектра, то есть от художественной мастерской до ребят, которые занимаются разработкой сайтов и технологий. Резиденты есть, которые изготавливают что-то своими руками. Это локодизайн, которые делают предметы интерьера, домашнего быта. Это фэмили-крю, которые делают замечательную классную молодежную одежду и детскую одежду своими руками. Ребятам представители Каменки помогают, дают юридическую и финансовую поддержку. А чтобы организовать свой бизнес в культурном пространстве, нужно рассказать о своем стартапе на конкурсе, который проходит каждый год. Каменка расположена в здании бывшего ДК. После капитального ремонта выглядит очень современно и открыто для любого молодого красноярца. Сегодня представитель законодательного собрания края Дмитрий Свиридов поздравил ребят с предстоящим Днем молодежи. По его словам, у молодых людей есть желание трудиться. И Каменка сейчас наполнена активной жизнью. Каменка сегодня уже точно может делиться своим опытом. Очень приятно, что те традиции, которые были заложены, и мы с вами прекрасно знаем, что Каменка существует уже достаточно долго, они продолжают жить. По сути, превращается в артрезиденцию Каменка, которая открыта для всех, кто желает принять участие и реализовать себя в области молодежной политики. Мне кажется, это здорово, надо поддерживать такие инициативы. Дмитрий Свиридов в Каменке встретился с молодежным парламентом края. На встрече обсудили новую инициативу о создании Центра развития Арктики. Он будет работать на севере региона в нескольких направлениях – форумы, проекты и выставки. Мы здесь, в Красноярске, привыкли, что у нас есть и молодежные центры, даже культурное пространство Каменка. А вот, к сожалению, на территории севера таких пространств меньше, поэтому наша цель в дальнейшем именно выстраивать так работу, чтобы развивать молодежь севера в целом. Центр развития Арктики планируют открыть уже в следующем году. Тем временем в Каменке в скором времени реконструируют парк, заменят детский городок, появится больше торговых павильонов, построят скейт-парк и сцену с амфитеатром. Первый этап реконструкции начнется уже в 2022 году. Евгений Шиповский, Вячеслав Казаков, Новости Прима.